Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии ее ведущей Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях замечательный музыкальный дуэт. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Вадим Данилов и Сергей Дедов. Здравствуйте! Добрый день! Сергей Дедов – классический гитарист, исполнитель песен, преподаватель. В 2013 году окончил Московский областной музыкальный колледж имени Скрябина. Далее были Российский государственный социальный университет и Московский государственный институт культуры. С 2011 года является преподавателем по классу гитары в детской музыкальной школе города Электросталь. С 2018 – музыкант ансамбля русских народных инструментов «Московия». Является лауреатом различных всероссийских и международных конкурсов. Вадим Данилов – музыкант-исполнитель на балалайке, преподаватель. Является выпускником Московского областного базового музыкального колледжа имени Скрябина, Российской академии музыки имени Гнесиных и курса подготовки артистов при Государственном музыкальном театре национального искусства. Вадим неоднократно становился лауреатом международных фестивалей и конкурсов, как сольный исполнитель, так и в составе различных коллективов. Имел честь выступать с сольными номерами в лучших концертных залах Австрии, Германии, Италии, Южной Кореи и Филиппин. С 2008 года занимает должность преподавателя Московского областного базового музыкального колледжа имени Скрябина. В 2015 году решением Президиума правления Московского музыкального общества Вадиму Данилову присвоено звание «Почетный просветитель». С сентября 2018 года избран художественным руководителем народного коллектива «Ансамбля русских народных инструментов Московия». Сегодня Вадим Данилов и Сергей Дедов – гости программы «Канон». Давайте с вами знакомиться. Вадим, есть такая в России присказка – «Возорные три струны – все в России влюблены». А вот когда влюбленность в этот инструмент произошла в вашей жизни? Ну, на самом деле, наверное, с самого детства, потому что в свое время у меня дедушка играл, он приехал из деревни, и он играл и на аккордеоне, и на балалайке немножко, и вот на всех русских народных инструментах. И вот я сколько себя помню, наверное, годиков четыре я вот взял балалайку и так дергал по струнам, слушал ее звучание. Ну, а затем детский дом культуры, музыкальная школа, колледж и дальше, дальше, дальше. А вообще инструмент, казалось бы, три струны, сложно ли его освоить? То есть, на первый взгляд, достаточно легко? Да, на первый взгляд, достаточно легко, и, в принципе, русские народные инструменты, они и на начальном этапе своем действительно довольно легки в освоении, а вот уже когда дело касается каких-то уже концертного репертуара, полноценного, тут уже все не так просто. А вообще возможности у инструмента ограничены? Возможности? Ну, на самом деле, для балалайшников, пожалуй, как ни для какого другого инструмента, широкие возможности, потому что можно заиграть и переложения классики, и русские народные обработки, и авторскую музыку, и какие-то современные академические произведения. Даже сейчас есть ребята, которые на электробалалайках играют рок, блюз и многие другие направления задействованы, так что здесь сфера действенности весьма широкая. Вообще этот инструмент, он прямо ассоциируется с нашей страной. Даже взять вот группу пар Горького, у солиста, у гитариста была гитара в форме балалайки, вообще что об этом инструменте известно? Сколько ему лет? Русский он или все-таки это заимствованный инструмент? Ну, на самом деле балалайка именно как вот в той форме, в которой она существует сейчас. Давайте мы покажем. Рояль в кустах наших. Вот такой треугольной формы. Да, а почему она треугольная? Ведь щипковых инструментов много в разных странах. Совершенно верно. Так исторически сложилось, что у нас в России по указу царя Алексея Михайловича все скоморохи и все их бесовские инструменты подлежали уничтожению. И почему балалайка является истинно народным инструментом? Потому что все профессиональные инструменты уничтожены были, а народ без музыки никак не мог. Поэтому брали три дощечки, брали какую-то там палку, пытались натягивать там какие-то жильные струны. Ну, вот так вот из трех дощечек модернизировалось уже до большего количества. Ну, вот треугольная форма ее так и осталась, в общем-то, с тех народных времен. Сейчас современной балалайке ей чуть больше 120 лет. И, конечно же, здесь велика заслуга первого профессионального балалайшника Василия Васильевича Андреева и его сподвижников, которые полностью разработали вместе со скрипичными мастерами вот эту современную форму, которая наиболее акустически выгодно представляла этот инструмент. Сделали ее хроматическим, что позволило, в общем-то, существенно расширить репертуар. И так далее многие-многие улучшения, которые позволили вывести балалайку по-настоящему на мировой уровень. И, как вы уже сказали, сделать ее таким символом России. Сейчас мы обязательно послушаем качество игры этого инструмента. Сергей, в вашем инструменте побольше струн? Ровно в два раза. Ровно в два раза, да. А когда вы заинтересовались музыкой? Заинтересовался, на самом деле, практически с самого раннего детства. Какая была эта музыка? Классика, рок, народная? Так сложилось, что у меня, в общем-то, все члены семьи обучались музыке. Мама и сестра закончили музыкальную школу по классу фортепиано. Поэтому я, когда был совсем маленький, мне тоже было интересно... Подходить, нажимать. Подходить, да, нажимать на клавиши. Я попросил даже маму какие-то маленькие простые мелодии, там, одним пальчиком поиграть, звучать. Ну, а более осознанно, конечно, уже чуть позже, ближе к подростковому возрасту, где-то в 11-12 лет. Ну, конечно, в этом возрасте, наверное, большинство мальчиков и юношей начинают активно слушать рок-музыку. Протест идет. Да, так же случилось со мной. И, в общем-то, после просмотра концерта какой-то рок-группы я обратил внимание именно на гитариста и понял, что хочу обучиться именно на этом инструменте. Но сегодня вы исполняете не рок. Да, так сложилось, так же, как и у Вадима у меня академическое, классическое образование, музыкальные школы, колледж, вуз. Поэтому так и исторически сложилось, что, в общем-то, мы продолжаем заниматься тем, чему обучались непосредственно, инструментальной музыке. И с удовольствием для вас сегодня сыграем. А мы с удовольствием послушаем. Что вы нам подготовили? Что вы сейчас исполнили нам? Сейчас прозвучит одна из пьес, которая, в общем-то, с одной из которых началось наше вот такое вот сотрудничество с Сергеем. И это пьеса, переложение которой мы выполнили сами. Это пьеса Виктора Козлова в стиле фламенко. Вот так вот. Вроде бы русский народный инструмент, но, тем не менее, мы рискнули поиграть испанскую музыку. И эта пьеса написана русским композитором для гитары и четырехструнной домры. Немножко другой инструмент. И вот мне пришлось несколько переработать ее, чтобы все столь же хорошо и убедительно звучало на балалайке. Играет музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вадим Данилов и Сергей Дедов. Гости сегодняшней программы «Канон». Замечательное искрометное выступление. В период, когда все границы закрыты, мы с вами на три минуты побывали в Испании. А вообще какие у вас программы еще существуют? Получается, что действительно инструмент безграничный, можно играть любую музыку. Пьеса, которая только что прозвучала, как раз из нашей с Сергеем программы, которая называется «Из Европы в Россию сквозь время», которая включает в себя и произведения классики, и вот такие вот уже современные пьесы, и совершенно разных стилей и направлений. Если касаться лично моих программ, то это и такая академическая музыка для Баалайки, то есть это концерты, сонаты для Баалайки. Мы делали программу от колледжа. Это и программа нашего большого ансамбля, ансамбля русских народных инструментов в Москве, где мы также с Сергеем принимаем участие. И там тоже и программы русской народной музыки, и классика, то есть совершенно различные направления. И во всех программах пользуемся спросом. Ну такая серьезная музыка, казалось бы, само название даже не очень серьезное. Баалайка. Такое немножечко шутливо-игривое. И можно, оказывается, такие вещи вытворять. А вообще сколько лет вашему дуэту? Вашему музыкальному тандему? В первый раз мы сыграли вместе в 2017 году. Сначала на большом юбилейном концерте у Вадима. Потом, так получилось, в этом же году и у меня был большой концерт. В общем-то, на этих мероприятиях мы обкатали несколько пьес. И потом постепенно начали уже обрастать потихоньку репертуаром. И на данный момент уже достаточно большое количество произведений в нашем арсенале. Где-то на полтора часа концертного времени. И планируем, конечно, расширять дальше. Это очень важно. Вообще, мне кажется, ваш дуэт такое явление достаточно редкое. Ну, по крайней мере, я не слышал гитару вместе с балалайкой. Есть такие аналоги? Ну, на самом деле, как говорится, новое – это хорошо забытое старое. И многие пьесы из нашего репертуара принадлежат замечательному музыканту, народному артисту России Михаилу Федотовичу Рожкову, которого, к сожалению, не так давно с нами не стало. Вот почти чуть-чуть не хватило им до 100 лет дожить. И так вот, старшее поколение, которое присутствует на наших концертах, оно, конечно, помнит те времена, когда по радио крутили совершенно многочисленные его записи. В том числе и с гитарой. Совершенно замечательный дуэт был и с Георгием Миняевым, и с Юрием Черновым. Так что очень большое наследие есть, которое, к сожалению, сейчас вот так достаточно мало где звучит, мало используется. Хотя, на самом деле, сейчас и в Петербурге есть замечательный дуэт гитары с балалайкой. И так вот по стране, в общем-то, появляются. Это очень удобно с точки зрения мобильности. То есть вы в любом месте, вам не нужно электричество. Вы просто играете, где хотят услышать музыку. А расскажите о ваших инструментах. Они у вас какие-то специально сделаны на заказ, мастеровые? У меня балалайка мастеровая. Мастер Валерий Гребенников. Ну, так уж, если по-честному, то один из лучших в России мастеров. И его инструменты занимали неоднократно призовые места на конкурсе мастеров музыкальных инструментов. Конкретно этот инструмент 2006 года, в общем-то, не такой старый, но в плане звучания и в плане игры мне очень нравится. А как подобрать для себя свой инструмент? Как его найти? Только опытным путем. Только ходить, смотреть. Вот у меня ребята, студенты, которые учатся, они также сейчас, многие находятся в поисках своего инструмента. И мало кому везет так, чтобы, как говорят, сразу приобрел и сразу понял, что это твое. Все равно это какие-то инструменты исполнители перерастают сами, какие-то инструменты, наоборот, слишком жесткие, слишком мощные. Или вот какие-то другие параметры, которые так или иначе у каждого человека свои. И инструмент также для каждого совершенно индивидуально подбирается. Сергей, а ваша гитара? Специальный инструмент? Дело в том, что у меня достаточно много инструментов, шесть штук на данный момент. Многие из них в работе я использую. Есть и мастеровая концертная гитара, кисловодского мастера Сергея Самойлова. Но она по некоторым техническим причинам осталась дома сегодня. Есть и испанская гитара фирмы Эстевы, на которую я музыкально уже обучался. Также электродитара, акустическая гитара. Это гитара, с которой я сегодня, я ее в последнее время просто чаще использую в концертных целях. С одной стороны, это простая, но такая рабочая лошадка, которая хорошо выдерживает многие наши поездки, выступления, в том числе на открытых площадках, на летних фестивалях. И она специально сделана с подключением, с пьезодатчиком, что очень выручает как раз на больших площадках, где микрофон порой достаточно проблематично подзвучит гитару. Это кремона болгарская. Но самое главное для инструмента, это чтобы он звучал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok